Пустой двор и ни о чем не подозревающие прохожие. Сегодня от ЧП во дворе общежития Паванцити напоминают лишь следы крови на траве. Именно здесь происходили страшные события субботнего вечера. О них нам рассказала местная жительница, которая пожелала остаться просто, Ларисой. Это было в 18 часов, в 6 часов вечера это было. Ко мне прибежал ребенок, весь колотится, соседский ребенок. Покусали ребенка, ну и они начали рассказывать, кого покусали. Покусала собака, выбежала с той стороны, прибежала мама. Начали ребенка отбивать от собаки, покусала и маму собака. Потом мужчина подошел, начал всех уже спасать, и ребенка, и маму, покусала и мужчину. Жертвы собаки за несколько минут стали 5 человек. Последней была женщина с коляской. Со слов очевидцев, животное тягало по земле молодую мать, как игрушку. До ребенка страшный черед не дошел. Вмешался смельчак и поставил точку в ужасе спального района. Ехала машина, совершенно посторонняя машина. Она остановилась, достал данкрат мужчина, и наверное раз в пятый только он убил эту собаку. Потерпевших от укусов с рваными ранами доставили в травмопункт, а позже госпитализировали в отделении гнойной хирургии больницы имени Марзона. Сегодня, со слов врачей, их жизни ничто не угрожает. Следователям назначены экспертизы для установления степени тяжести телесных повреждений. На данный момент труп собаки находится в морге для последующего ветеринарного исследования. В Абруйский межрайонный отдел по данному факту проводят проверку. В настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление личности хозяина собаки, а также причин и условий, способствовавших данному происшествию. Во время опроса свидетелей местный житель, парень по имени Вова, признался, он знает хозяина собаки. Два года назад он сам стал жертвой его питомцев. Нам удалось устроить очную ставку мужчин. Наглядно знаком. Наглядно знаком, да? Он же говорил, что его дворняки какие-то покусали. Ну вас покусали тогда, свидетелей полно было. Чего ты не заявил тогда, если мои покусали? Вот, ерунду какую-то говоришь, не знает что. Заводчик признался, он 24 года воспитывает собак бойцовской породы. Сегодня его подопечные метисы. Для животных соорудил отдельные вольеры с несколькими запирающими устройствами. В арсенале надежные поводки, намордники и справки от ветеринара. Одна дверь, правильно? Одна дверь, вторая дверь, третья дверь, правильно? Чтобы сюда к ней попасть. Вот еще два вольера. Вот, 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 посмотрите. Вот, но там собак нет. Вот, вот, тоже все перекрыто снизу, все, не под гребти, ничего. Тут выскочить собаки невозможно. Леонид утверждает, покусанные местные жители не дело зубов его собаки. Ведь за последние несколько дней количество его питомцев не уменьшилось. Но пока этот факт не подтвержден. Ведется проверка. Ангелина Дикун, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.